Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Христос воскрес! Номер 145. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 4 мая 2016 года. Приближается время, отмечаем 25-летие Потеряевки, 15-го, вот полторы недели осталось. И можем сделать как день открытой двери. Многие просились хотя бы приехать, просто приехать, но нежелательно. Нам трудно провожать, встречать, но на своей машине, если кто, откуда бы он ни был, вот полторы недели, можно приехать еще и из Португалии, потому что просится из других стран, из Канады, из Америки. Вот можете написать. Я немного переговорю с вами. Заходите в Майл.ру или по Скайпу. Скайп очень просто. Игнатий, и с буквой как У русская, и десятиричная У, Игнатий 10 вплотную. Вот. И краткая маршрутка вот эта дается тогда ему. Посмотрите, какая маршрутка. Я считать не буду, вы просто тормозите и посмотрите. Вот эту маршрутку буду давать до дня Крещения. Крещение нынче у нас будет 10 июля. Заезд в лагерь 10 июня, день моего рождения, а это 10 июля Крещение будет. Полное погружение. Те, которые не могли найти там священников, которые бы крестили правильно. С полным погружением, как заповедано Слоем Божиим. По канонам 50 апостольское правило. Вот тормозите, посчитайте потом, чтобы видно было здесь. Здесь очень подробно, как проехать. Ни в коем случае без разрешения не приезжать. Нон-грата персона. Ни под каким видом без разрешения не приезжать. Вы просто будете в таком положении, что у вас кроме обиды ничего не будет. Что привести? Здесь все сказано. Все адреса даем, пожалуйста. Особенно вот вверху, это на меня можете сразу выходить. Если поездом кто едет, как с ним. Но это только кому даст разрешение. Дам разрешение. Я в основном нахожусь здесь. Почему? Потому что находимся в удаленном месте, мы очень трудно добираться. Тем более в непогоду. Без проселочной дороги 16 километров еще, даже 20 бывает. Дальше объявление. В этом 16-м году, 15 мая, крещение в озере с полным патрикатом, 10 июля. Мой ролик тут поставили один. Ну, найдете здесь. Виктор Савченко об этом пишет. И вот на какой ролик мы отзываемся. Сейчас я уберу. Тут и дышние, которые сегодня днем поставили. Потому что с нашего видеоканала переносится все в мой мир. Вот. Ну, это вот наш видеоканал. И на этом видеоканале поставили ролик. Здесь я сейчас посмотрю. Вот. Вот этот вот. Он называется Атаниспор. Вот здесь справа. Атаниспор. Ефесянам 533. Жена боится своего мужа. Куда иголка, туда и нитка. Вот. Мы тут беседуем сидим. И Виктор, я спросил разрешение у него. Я говорю, поставим мы это даже. Потому что как-то его касается-то. Ну, вот мы поставили. Даже мы же не... Ну, ради плохого делаем-то это все просто рассуждение. И Виктор Савченко говорит, Христос воскрес. Посмотрел я вчера видеоролик. Вот. Видишь, вот ужал. Сейчас минутку еще тут. Приходится еще раз посмотреть. Видите, как все делается. Вот ужатие роликов двух произошло. Вот это вот. Ну и... Теперь надо ставить. И хоть сегодня будет поставлено. Вот. Добавляю видео. Ну, как хозяин, администратор. Так сказать здесь. Здесь что? Рабочий стол. И что здесь? Ну, посмотрим сейчас. Первый, который приехал в Италию, он о себе рассказывает как. Вот сейчас я только нажму. Все. Пошла запись. Вот оно сейчас покажет. У меня один ролик заканчивается иногда 6 часов. Очень медленно. Ну, все равно ждать как-то дальше показалось несподручно. Пускай будет так. И... Вот. Поэтому посмотрим, что вот этот ролик. На мой взгляд, прежде чем беседовать, Игорю нужно было поговорить со мной и с Иоанной. Пообщаться, чтобы выяснить, что на самом деле происходит. Вот. Замещания какие. По ролику. Он правильно говорит все. Он разумный очень человек. Хотелось бы, Игнатий Тихонович, сказать о некоторых неточностях. И сделать добавление к беседе, к комментарии. Первое. Иоанне не 22 года-то. А уже исполнилось 25 в начале апреля. Видите как. Первое неточное. Что скажешь? Ну, виновата. Ну, ничего это, знаете, с собой-то нету. Не несет. Такие неточности бывают. Иногда целое столетие. А геологи иногда ошибаются. Бывает в миллионы лет. Миллионы лет. В последнее время у Иоанны произошли изменения к лучшему, на мой взгляд. А она стала говорить о том, чтобы приехать обратно с ребенком. Она к матери во Францию уехала. То есть после рождения ребенка через какое-то время. Ну, про это я не знаю. Поэтому к лучшему, дай Бог. Ее имя мы произносим каждый день перед Богом. Молимся. У меня так положено. Установлено уже. Отдельно я молюсь. Отдельно болящие все. Отдельно. Дальше начинаешь. Там гонимые. Какие есть. Отдельно. Путешествующие. Отступники. Дальше. Враги. Это отдельно перечисляют. А врага в первую очередь Златоуст советует молиться. Ну, вот. Обо всех. И отдельно о непослушных женах. И там перечисляем всех. Которые. Мужья подходят и говорят. Тот не слушается. И мы их заносим в этот список. Проходит какое-то время. Он говорит. Изменения у меня к лучшему. Сам не знаю с чего. Я говорю. Наверное молитесь крепко. Я говорю. Да. Мы молимся. Крепко не крепко. Как знать. Но мы молимся. И вот о ком он говорит. Мы молимся. Аяна всегда с нами. Она нам очень близкий человек. Но я не скрывал никогда. Что она мне нравится. Нравится. Молчит. Нужно теперь только научиться поближе. Как у нас там Ангелина. Жена Алексея Устинова. Она все любит. Любого петушка. Двое ребятишек. Рожай детей. Благодари Бога. Что такого мужа дал. Такого как у Аяны мужа. Это сегодня трудно найти. Это человек верующий. Верующий. Православный. По миссии. Проехал с нами миссионерской поездкой. От самого дальнего места. До дальнего. Вот где он был. В зарубежные все поездки. Вот. Самостоятельный. Человек свой дом. Учитель. Спортсмен. Музыкант. Поет. Барт наш. Ну. Что еще нужно. Для женщины то. Верующий. Глубоко верующий человек. Неизменно. Ничего нельзя ожидать от такого. Хотя в жизни все бывает. Но однако. Это капризниче таким мужем. Как меня. С одним я познакомился. Мы давно. Тридцать лет уже знакомые. И он говорит. Вот первая та жена моя. Мы из-за чего расстались. Я говорю. Из-за чего. Ну. Она пришла на работу и говорит. Вот. Вот. С мужиком развожусь. Говорит я. Так что он. Коллега какой. О. Богатырь. Богатырь. Там чемпион. Поподнять у тебя. Да ты что. Пьет наверное. В рот не берет. Да ты что. Здурело. Там называет ее по имени. Боюсь назвать то. Он то будет слушать. Скажет. Меня разоблачили то. Вот. Да что. Деньги домой не носят. Наверное. Шмареху завел какую то. Да нет. Работает хорошо. Шофером в КГБ работает. Он доверенный. Сильный. Смелый. Во флоте служил. А что тебе надо. Да паразит говорит. В аптестов ушел. Ну а тебе что. Он тянет туда. Да не тянет нисколько. Наоборот. Лучше сожестал. Было где раньше там. Какие то грубости. Скажут. Сейчас ничего этого нету. Не курит. Не пьет. Этот мужик. Понимаешь. Все мужиков за одного. Говорит. Ухватятся. За одни штаны. Развелась ведь баба. И что она получила. А ничего. Такого мужика потерять. Богатырь. Даже сейчас. В 80 лет. Он. Богатырь настоящий. Вот. Ну бабы. Это же. А теперь. А теперь. Где работает. Да. Все говорят. Дура. Ты дура. Такого мужика потерял. Да сама вижу. А другая. Говорит. Я развелась. Там пила. Что могла бы я уйти то. А то он меня выпнул. Еще под задницу пнул меня. А теперь. Всем я не могу сказать. Что я его бросила. Я его бросила. Хотя бы этим словом. Бросила. То есть. Я его бросила. А не. Он меня выпнул то. А теперь. Я даже этого сказать не могу. А то о другом уже. Случай говорит. Вот. После рождения. Дай Бог. Чтобы приехала. Третье. По поводу развода. И речи нет. Слава Богу. Когда-то еще же о Потеряевке. Она сказала однажды. Что нужно обратиться к епископу. По вопросу о разводе. Это было сказано. В состоянии обиды. Сгоряча. Необдуманно. Ну конечно. Глупость была сказана. Какой епископ может. Браки совершаются на небесах. Никаких правил на развод нет. Ни у епископа. Ни у патриарха. Ни у кого на земле. Если даже муж изменяет. К чужой женщине ходит. С ней спит. Она имеет право развестись. Но и тогда. Ян Златова. Василий Великий говорит. Не даем совета развестись. Перетерпи. Дурь пройдет. Это вернется. Семья будет сохраненная. У нас почти в каждой семье такое было. У родителей. У старшего поколения. А наши матери сохранили это все. После этого мы помирились. Просили прощения друг другу. У друга. Исповедовались. И причащались. Вот видите как делается. У православных то. И сейчас на данный момент. И речи о беззаконном разводе нет. Никакой. Беззаконном. А то священник. Он признает. У вас нет епископа. Куда он делся у нас епископ. Нет. Она там играет. Но это системное. И это у вас дело. Епископа нет. Куда он делся епископ. Признание епископа. А не то что есть или нет епископ. Они вообще ничего не понимают. Миссионерские отделы. Это из миссионерского отдела. Дурь ломят. У вас нет епископа. Христос не епископ? О. Да там все сектанты говорят так. Ну вот и никуда не девались. Как были. Так упоминали Лариона Капрала. Так и упоминаем. Это его вопрос. Не наш. А он выщеркнул из списков. Ну не жили списки системы здесь. Патриархийные. Или там. Какое зарубежное. Значит на небе. Утверждаются. Вообще неверующие люди. Связи в Духе Святом вообще никакой нету. Ни небесного. Ни земного. А что злоба одна. У вас нету. Это незаконное крещение. Ну то есть все остальное. Даша и говорит то. И то. Четвертое. Со Скуратовским и Зодиным она не общается. Так она мне сказала. Ну сказала. Ладно. А то она общалась. Они заливают мерзостью все. Вот эти люди. Безбожники. Круто просто. Сатане служат. Всякую гадость говорят. Узнают с кем я переписываюсь. Я сначала даже боялся. Могу назвать. Даже Соболев нападает. Это обязательно связано с миссионерским отделом. Обязательно. Потому что здесь. Ну он системе служит. Системе придумает. Дворкин это главный у них. Патриарх. Никого они не знают. Ничего. Эти люди. Ну и что. А. Вот. Знаю. На Марьясова они нападали. Близкие. Которого у нас. На Кальмаева Михаила. Ну все говорят. А сами боятся своих бесед. У обоих со мной были хорошие беседы. Записи. Ролики. Ну. Скоро Товский хоть не гоняется. А с этим 9 бесед было с Додиным. С ума сошел мужик совершенно. Рехнулся. Давай всех гоняется. Взламывать. Там видимо администрацию звонят. Убрать ролики. Которые вместе ставили. И он сам их. Ну. Говорится. Его участие тут хорошее было. Попутно сказать. Пятый. И она стала смотреть на вашем видеоканале ролики. А после отъезда зимой из России. Насколько я помню. Она не смотрела. Выходила на занятия по скайпу. Ну. Выходила на занятия по скайпу. И я вижу она заходила. Ну. Не каждый день может быть. На наш. Мэйл. Ру. Мой мир. А я туда переношу абсолютно все. До одного ролика. Я покажу даже. Мой мир. Что это такое. Вот наш мой мир. Вот моя страница. Их две. Одна где я в шапке стою. Вот она где. Вот сейчас я скажу. Тут можно смотреть. 3173 наших видеоролика. Наших. Восемнадцать тысяч. Восемнадцать тысяч девятьсот шестнадцать. Фотографии. Я видел. Она здесь заходила. Мы ее всегда поминаем в молитвах. Ждем. Она поехала. Я сказала. Там льготы какие-то. Она сама-то белорусская. Белорусская. Отчим у нее там. Вот. Живут. За квартиру платят. Не своя даже квартира. Там держаться-то не значит. Тем что во Франции-то. Два с половиной миллиона уже детей отняли в инвестиции. Нас Бог милует пока. Президент пока не пропускает этот сатанинский закон. Вот. Ну и дальше. Шестое. Венчание. Она признает действительным. И мы ввели с ней разговоры о дальнейшей нашей жизни вместе. Ну дай Бог. Ничего мы. Ну кажется. Может сказали неправильно. Прости нас. Господи Иоанна там. Виктор. Сектантами она нас не называет. И не считает нас за таковы. Ну вот. Нам сведения такие поступили. Мать там. Мать это лично считает. Даже мне писала она. Вот. Как-то выходила на меня она или что. Если нет. Все-то жаловаться будет. И в последнее время Иоанна вовсе не напоминает Галю Глушкову. Видно что многие молятся. В том числе и вы. И Господь смягчает ее сердце. Может я в чем-то ошибаюсь. На расстоянии мне не все понятно. Не все видно. Слава и благодарение Богу. Спаси Христос за молитву. Видите. Я дальше спросил. Пишу ему. Думаю из твоего благословения поставить это твое пояснение комментарий под этим видеороликом. Ты не против? Он пишет. И дальше. И когда будешь потерять. И когда заканчивается занятие в школе у вас. Домик Новиковой Татьяны я вчера приобрел. Не для себя конечно. А для приезжающих временно. Вроде бы гостиницы. Роман думает переезжать. Это племянник. Вот его временное пока будет жилье года на два. Но он строится пока не будет. Потому что у жены еще там пять лет надо работать. С Новосибирска. И кроме того тут два брата его. Родные брата. Значит. Алексей и Иосиф строятся. Он говорит пока им не построимся. И не построю. Он тоже все соображает. Это моя Валентина Тихоновна. Дети то. Ну тогда только себе буду строить. А Татьяна хотела бы как-то забрать. Нужно ей свои вещи. Мы с ней решили так. Что если у нас будет заезд в лагерь Стан. Здесь мы 10 июня. То ей нужно приехать в потерявку 9 июня. И там все загрузить в Газель. И ты бы привез ей вещи сюда. К ней на дом. Разгрузился. А уже в 7.30. Газель должна будет стоять тут на Ползунова. Где собираются дети. Готовые к выезу на открытие лагеря сезона. Выехать уже. К этому времени еще одна может быть машина. Может быть микроавтобус. Из потерявки ты бы выехала часа в 3 или в 3.30. У Татьяны в огороде нужно будет распахать. Посадить и прополоть. А потом выкопать ей картошку. Подарить. Она болеет еще 6 лет до пенсии. А потом этот домик ей снова перепродать по будущей цене. Уже с учетом инфляции за эти годы. Но это только пока в проекте. А то может быть и в жизни не будет дальше этого года жаркого. То есть этот год обещает многое. Виктор отвечает. Да я не против. Что вы поставите эти комментарии. Кстати у самой Гали есть изменения к лучшему. Как свидетельствуют родные ее. То есть мы о Гале особенно усиленно молимся. Баба взбунтовалась. Характер крайне непокоривый то. 7 ребятишек. Муж не изменял ничего. Помогает развод. И развелась в соседнюю деревню и уехала. По поводу поездки. После обсудим. В школу он уже идти. Видите как. Да и даем это. Отошел. Кошка просится туда. Константин Королев. Игнатий Тихонович. Я вам звонил по мобильному телефону. В последнюю. В понедельник утром. По вопросу определения моего сына в лагерь Стан. Вы сказали что заезд в лагерь 10 июня. К сожалению у нас в Канаде. Школа заканчивается только в конце июня. Видите какая. Кроме того. Мне нужно согласовать на работе мой отпуск. И найти билеты. Которые мы можем себе позволить. То есть главный вопрос о том. Как согласовать с вами наш приезд в лагерь. Если мы не можем быть к заезду. Общему 10 июня. И будем точно знать когда приедем. Только когда купим билеты. Второй вопрос. Когда можно будет его забрать из лагеря. Допустим. Можно ли его привезти в конце июня. Или в начале июля. И забрать в конце июля или в начале августа. То есть то и другое можно. Можно. То есть у нас в любое время приезжает. Лагерь вообще так. Путевка берется стоимостью на 30 дней. Лагерь необычен по многим параметрам. По многим-многим. Я ни у кого нет. Ну где лагерь есть. Чтоб вставали в 5 утра. Ну назовите мне. Может я не знаю. Я по Америке ездил. Там много. И скаутские лагеря. Знаю состояние в Австралии. Там в Германии. Но нигде этого нет. В 5 утра по местному времени. Это первое. Ну и дальше все по распорядку. Каждое утро считается Евангелие с толкованием блаженного эфилакта. Где работают дети все до одного. Даже двухлетние. У нас ограничения в возрасте нету. Даже 7-месячные были. И самое старое было 72 года. То есть бабушке может быть. Каждый своя путевка. Раньше было два с лишним месяца. А сейчас раньше. Вот. Могу ли я рассчитывать на ваше разрешение и начать поезд билетов? С уважением Константин Караров. Можете. Я отвечаю. Можете. Иглаец. Игнатий Лапкин. Лагерь наш теперь закрывается намного раньше. То есть 2 августа. А ему надо. Ну как раз к началу все сходится. Ну задают вопрос. Мне. Я не открываю. Потому что. Люди которые. Здесь на них хоть и навалятся. Разное. Ну. По-мирски сказать. Кто это делает. Пакости. Заходит и клевещет. Ну какое имя то. Люди какими именами их называют этих людей то. И называются священниками. Вот. Ну я знаю. Все. Пакости делать. Это обязательно связано с миссионерским отделом патриархийным. Это абсолютно точно. Имитация под духовную жизнь там. Они вообще духовной жизни не понимают. А только вот чтобы система его так научили. Он будет делать. Если я лично встречу с патриархом или буду патриархом. Первое что сделаю. За все миссионерские эти лживые. Миссионерские отделы закрыть. А молить Бога чтобы вдохновил людей. Все должны быть миссионерами до единого. А если бы были президентом. Первый мой указ был бы. Долбить с дорог все вот эти лежащие полицейские. Все до одного. И следить за этим. А дальше если кто это делает. Штраф изъятия машин. Больше беды не было. Когда мы ездили от Владивостока до Португалии. За пределами города делают. На полной скорости несется. Машину бросает. Рессор и все летит. Около школы. Школа. Мы едем в 3 часа ночи. Какая школа? Ничего нет. Если бы они поднимались и опускались. А она лежит. Надо тормозить. Ни пунта там милиции. Никого нет. Пустое. Деревья. Вокруг растут. Лес идет. Бор. На долбу эти. Страшная беда из-за этого. Сколько беды сделали. Вот сатана придумал же. Первый. Кто будет президентом. Он оказывается. Сдолбить все эти дурацкие. Лежащие полицейские. И вот вчера спрашивает. Это вчера же разговор наш. В Библии мы находим. Что или сами себя люди сравнивают с какими-то животными. Или птицами. И хотят быть на них в чем-то похожими. Или такими же их видят схожими. Другие. Друзья или не другие. Вопрос вот в чем. На какого животного вы похоже себя видите. Это как будто ко мне задают. Или щи качество хотелось бы видеть себе. Или каким видят вас другие друзья и не другие. Ну вот начиная с дикарей. Там они или леопард. Или змея. И они им там какие-то жертвы приносят. Точно так же и у таких людей. Что? Посмотрите. Вся страна считает орел. Орел на гербе. Что означает? Ну это такой полет орлиный и прочее. У других лев. Посмотрите. У Англии где. И везде какой-то зверек есть. И хорошее качество у зверей есть. И Иоанн Златоус об этом говорит. Об отрицательных качествах. Потому что если назвать лев. То не надо брать только кровожадность. Если говорится. Сатана ходит как рыкающий лев. Ища кого поглотить. Это его свирепость. А лев из колена Иудина тоже лев. И не как лев. А именно лев. А где как это качество определенно берется. Лев из колена Иудина Христос. А лев рыкающий Сатана. То есть прямо противоположные антиподы. И вот здесь. На какого животного. Но я сейчас буду показывать это. И дальше сами определите. Что я в конце скажу. И на кого я похож. По жизни своей. У меня жизнь уже закончилась. И жизнь прошла не в углу. В 53 года непрерывной борьбы. Еще там. До обращения у меня уже было все не такое. Как у других. Я просто вот говорю. Ну скажите. Вот вы говорите. Ну мне интересно. Я и говорю. Моя жизнь. Вот. Кто в армии служил. Мужчина. Я ко всем обращаюсь. Вас говорит не видно. Ну вот он я. Я стану вот так вот посмотрю. Видно не видно. Я один. Я не знаю. Закрываю я с собой там или нет. Выше ниже надо. Я ничего не знаю. Я говорю. Лапкин Игнатий Тихонович. 1939 года рождения. 10 июня. По северокал. Карповский. Тюменовский район. Алтайского края. Я местный. И вот. Мужчины. Ко всем мужчинам. Кто в армии служил. Даже женщинам. Увольнительная дается на сколько? Мне. Дайте знать. Напишите. В mail.ru. В скайпе. У меня увольнительная была. Если 1 января я даю. Ее даю до 31 декабря. То есть. На целый год. В армии. Срочная служба. Ну. Необычная. Не то что необычная. Я еще ни одного не нашел. Это не то что уникальное положение. Ну и кто в армии служил. Срочная служба. Скажите. У кого было? Многие нет. Такое было. Ну кто? Я взят в армию. Мне ни эфретор не присваили. Ничего. Сразу на старшину. У кого? Дальше. Кто из вас. Я беру только армейское. Только армейское. У кого из вас было такое. Чтобы вы. У своего командования. Просили разрешение. На час раньше вставать. Ну. Да почти наверняка никто. На час раньше. Я уже тогда себя держал в руках. Почему? Я самостоятельно занимался изучением языков. И когда я обратился. 53 года назад. В это время я занимался на 7 языках. Переводы делал. У немцев в собрании на немецком языке выступал. Самостоятельно. За 6 месяцев. Это от Бога. Ну. Если у кого-то было. Скажите. Чтобы я увидел. Что это. Ничего в этом нету. Я в этом вижу особую милость Божия. Избрание. Избрание. Самостоятельно. По карте смотрю. На каком языке больше всего разговаривает. И принимаюсь за этот язык самостоятельно. Дальше покупаю. Соответствующую литературу. И вот. Просил разрешения. Я служил на Камчатке. Николаевск на Амуре. Потом. Переброшен был туда. И. Окинава. Недалеко. С наушниками. Я мог слушать. Как правильно произносить слова. Ни дня не учился. Нигде. Это только в армии. Вот что у меня было. Не то что. Я хотел бы как-то. Это Бог делает. А я не мог на эту должность. Не выпроситься. Ничего. Нигде. У меня очень хорошие связи были. Офицеры учились. Некоторые там. В академиях. Своих. Военных. И материалы переводить. Но они знают. Я перевожу. Я им перевожу. Они не знают. С чем отблагодарить меня. У меня и увольнительная. То есть. Отпуск дали. Домой съездить. Как там назвать. Уж. Не знаю. И проще. Это вот в моей. В моей конкретной жизни было. И в казарме не спал. А в отдельном кабинете. За территорией воинской части. Отдельно. Отдельный кабинет. В срочной службе. Значит. Меня выделяли. Тогда уже. Конечно. Глупости были. В Алжир. Советские тогда проникали. И были там. И мы это узнали. Я пошел командование. Просить разрешения. Чтобы добровольцам отправиться. Воевать. За нашу дорогую. Советскую. Страну. СССР. Вот. Понятие какое было. Для чего тебе это нужно было. Французский язык изучить. Дурнее еще не придумаешь. А там думаю. Я уйду за границу. Мне сильно не нравилось. Это коммунисты. Я готовился быть террористом. Их убивать. Только тренировался. Тренировался. И конечно был бы не на последнем месте. Был бы у Дудаева где-то. Но это все так. Действительно. В Святой Библии встречается неоднократно. Что человек сравнивает себя с каким-то животным или птицей. Какое-то качество. И дальше. Матфея. Вот. Три места говорится. Увидев же Ян. Многих фарисеев и саддукеев идущих к нему креститься. Сказал им. Порождение ехиднины. Значит он находил в них свойства. Но они это конечно не признали бы. Кто научил вам бежать от будущего гнева. Лука 13. И сказал им. Пойдите скажите. Этой лисице. Ну значит у кого-то были похожие качества. И кому сказал это. Ну к тогдашнему президенту. Может быть кто-то услышит. И тоже к своему президенту на Украине. В России и в Америке скажет. Тоже лисица хитрая. Пойдите скажите лисице. Все изгоняют бесов. Их изгонять надо бесов. И не жить с ними. Не тешить их. А изгонять. А эти. Кто они. Знают миссионерские отделы. Они не нюхали этого положения. И совершая исцеление. Сегодня и завтра. Третий день кое еще. Псалом 111. Нечестиво увидит. И будет досадовать. За скрижещен зубами своими и ставит. То есть. За скрижещен зубами. Так что такое. Слышно. Ну может быть образно. Потому что когда человек. Не может ничего сделать. Вот. Допустим арестован. Хоть плюнуть. В лесо. Там показывает. Как погибали матросы. Рвались сердцами. Скрижетали зубами. Но ясно. Речь идет о животных. Не о птицах. Четвертый царств. И послал Иосарь. Израильский. Камаси. Истарю иудейскому. Сказать. Терн. Который на Ливане. Послал кедру. Который на Ливане. Сказать. Отдай дочь свою жену. Сыну моему. Но прошли дикие звери. Что на Ливане. Истоптали этот терн. Он имеет кого ввиду. Лидей. Помощников. В эту думу. Дикие звери собрались. Взяточники. Коррупция. Дикие звери. Кровожадные люди. Ненавидят непорочного. А правильно заботятся о его жизни. Кровожадные. Они говорят. Мы крови даже не берем нигде. Он кровожадный. То есть им кровь нужна. Кровописцы называются. Когда не платили пенсии. Не платили зарплату людям. Это кровописцы. Потому что. Кровь от хлеба. А хлеб не на что было купить. Это говорит так Писание. Удерживающий плату. Есть кровописцы. Дальше. Псалом девятый. Подстерегает в потайном месте. Как лев. Влаговище. Подстерегает в засаде. Чтобы схватить бедного. Хватает бедного. Увлекает все эти свои. Все эти свои. От меня. Все тянут. Патриархию. Которые нападают. У вас нет священника. И куда-то они советуют. Пойти к кому-то. Никого кроме их и нету. То есть иди к нам и убиви. Самые настоящие. Убийцы. Да разве так себя затягивают. Покажите любовь. Чтобы к вам люди тянулись. От вас все секты наполнены. Это откуда идут? От патриархии. Если кто не знает. Я скажу. Лялина пишет. О баптизме. Пишет. Говорит. Ну это устаревшие данные. Лет 20 с лишним назад. Сегодня они больше. 85 процентов баптистов бывшие православные. А это речь идет о сотнях тысяч. О сотнях тысяч. А вообще протестантам сколько есть? Почти 90 процентов сегодня. Если не больше. Бывшие православные. Вот чем заниматься то надо. Они за мной гоняются. Почему? Я не такой. И они видят это дело. Меня. Ну что делать? Аж ты должен быть в патриархии. Ну глядя на вас. Как я пойду. Как говорится. Щумы болотной боюсь. Псалом 21.14. Это раскрыли на меня пасть свою. Как лев. Алщина. Быча. Рыка. То есть они меня грызут со всех сторон. Это я почему говорю то? Я не говорю на кого я похож в конце. Я себя вижу так и другие это видят. Вот я еду дорогой и священник один сбрасывает смс. Я говорю то читаю 2 Коринфянам. И Павел говорит в нужных. В обидах. В гонениях. Там от лжебратьев. Больше всех потрудился там. Что было. Я читаю. Я читаю и даже Павла не вижу. А только думаю это о вас написано. А обо мне написано. Ну в моей биографии почти ничего нету в священном писании. Чтобы не было. Не коснулось меня. Как меня били. Как меня давили. Как они поносили. Это все на мне прошло. Поэтому нападает на меня. Какой мир Серахов 14. У гиены с собакой. Ну в Библии бумажные варианты там видимо 13. Я даже могу переправить. 13. Потому что тут в этой версии Тимофея Ха. Почему это по другому. Поисковик. У гиены с собакой. И какой мир у богатого с бедным. Если так смотреть. Богатый по порядку. Он какой. На первом месте гиена. Значит богатый. Гиена это богатый. А бедный. Собака. Какой у них мир. И сказал филистемлянин Давиду. Что ты идешь на меня с палкой. Разве я собака. И сказал Давид. Ну это видите в скобках. То есть это не во всех Библиях. Нет. Но хуже собаки. И проклял филистемлянин Давида своими богами. Хуже собаки. Вот эти нападают. Которые идут. Желают уничтожить нас. Они хуже собак. Все эти миссионерские отделы. Иов. 30. 29. Я стал братом шакалом. И другом страусом. Почему? Это кто говорит Иов. То есть сгонимый. Преследует. Ну кто видел чтобы шакалы выполняли какие то команды. Где то были. Охраняли. Я никогда нигде не видел. Может где то и есть. Мэхей. Об этом буду я плакать и рыдать. Буду ходить как ограбленные и обнаженные. Выть как шакалы. И плакать как страусы. То есть речь идет о голосе как они воют. Так и я плащу. Стон издается. Никаких других качеств взять от него нельзя. Притча 28. Как крыкающий лев и голодный медведь. Так нечестивый властелин над бедным народом. Вот пожалуйста. На знамени на флаге государственным лев. Что терзает людей. Вот какое качество взято. Исайя 59.11. Все мы ревем как медведи. И стонем как голуби. Ожидаем суда и нет его спасения. Но оно далеко от нас. Курица кудахщат. Гуси гогощут. А голуби стонут. Вот интересно. Я держу голубей уже больше полвека. Каждый день с ними вожусь. Столько нового нахожу. Даже в литературе не нахожу. У меня свои наработки есть. Вот. У голубей есть такая болезнь. Вертячка. Голова заворачивается. И все. И какое-то время. Вообще лекарства нет. Только вырезать самим надо. И ни на куриц ни на кого не передается. И вот у меня коробка здесь стоит. Ну а если голубят не бывает. Там что-то не домогает. Я беру их. Подкармливаю. И тогда обратно отпускаю. А как тут были больные. Это же зараза. Я решил тогда поймать дикарей. Назвать дикарей. Такие сизориты. И посадить сюда. На них не действует это. И они ее обеззаразили. И мне приходится сейчас кормить лишних. Я думаю штук шесть держать. Постоянно кормить. Пара у меня есть. А пара улетели. Молодняк выросли здесь. Выпустил. Они улетели. Ну видимо присыпились за старым. Они дом то еще не знают. Ну ладно. Штук шесть. По пропорции один к трём. Примерно так. Если у меня будет этих шесть. То тех породистых восемнадцать. Вообще перестали у меня болеть. Что это. То ли то что они их гоняют. То ли что-то. Не знаю пока. Вот они. Гуси гогощут надоедают. Курицы надоедают. Квохща. Голуби сто. Но целый день сидишь и не надоедает. И у каждого свой голос разный. Мне интересно. Когда едем дорогой. У меня даже жена не может ворону отличить от грача. Или грача от ворона. Хотя это похоже. Вообще даже сороку не отличает. Другие. Мужчины. Галку не знают. Ну галку не отличает то. Там коршун от ястреба не может отлучить. Гайр. Хабихт. По немецки там. Доль. Кре. Зад кре. То есть. Это все интересно. Весенняя птица. Кре ворона. А зад кре. Грач. Весенняя ворона. Посевная как бы. Очень интересно. Дальше. Откровение. Один из старцев сказал мне. Не плачь. Вот лев от колена Иудина. Корень Давидов. Победил. И может раскрыть сию книгу. И снять с ней печать. Семь. Лев. Даже не как лев. Но лев. Прямо. Это речь о Христе. А я как кроткий агнец. Еремя 11. Ведомый на заклании. И не знал что они составляют замыслы против меня. Говоря. Положим ядовитое дерево в пищу его. И отторгнем его от земли живых. Чтобы имя его более не упоминалось. Вот. Ну ничего они со мной это сделать не могут. Я им говорю. Ну перестаньте. Вам ничего со мной не сделать. Они не знают как я охраняем Господом. Так они сейчас напали эти изверги. Их по другому бы никто не называл. Изуверы. Напали на митрополита местного. С ума сойти. Сами потряши. И его долбят. Что это за люди. Видимо анонимно. Мы по телефону говорим. Митрополит Сергий Иванников. Алтайская епархия. Говорит. Что за люди такие. На меня нападают из за вас. Что я к вам езжу. Я говорю. Такое впечатление. Такая злоба у них. Что они вас убить хотят. Я говорю. Владыка. Точно так и есть. Ну зверье. Кровописы. Кого там перечисляли. Фамилии там. Ну еще там. Прилепились некоторые к ним. Исайя 23.20. И пристрастилась к любовникам своим. У которых плоть. Плоть же ослинная. И похоть как у жеребцов. Ну для чего Эзекииль говорит то. Ну животное очень походливое. Иеремия. 5. Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Кони. Ну а почему. А ну а женщина это телка. Это телка чья. Телка. Что же с животным то сравнивают. Осия. Ефрем. Обученная телиться. Привычная к молодьбе. То есть может работать. Тоже хорошее качество берет. Амос 4. Слушай слово сие. Кто? Телицы Вассанские. Которые на горе Самарийской. Телицы. Но какое качество он от них берет то. Вы притесняющие бедных. Угнетающие нищих. Говорящие господам своим. Подавай и мы будем пить. Это вот сегодня такое. Вот я смотрю. В Казахстане. Не дают там зарплату. Что-то вышли на площадь. Сколько переколотили. Перестреляли. А кто дал указание стрелять. Плачут матери. Конечно все это жалко. Вот видите как. Ну тут как-то без расстрела на болотных получилось. Навальное. Слово Навал. Навальное. Это безумный переводится. Это библейский персонаж. Безумный. Вот там может быть и фамилия оттуда. Вот есть такой Скуратовский. Это Скуратов был душитель. Метрополита убил. Ну то есть. Фамилия к чему-то обязывает. Как бы указывает. Кто такие наши были предки. Вот так. Матфея. Не давайте святыни псам. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Никак. А прямо конкретно. Чтобы они не попрали его ногами своими. И обратившись не растерзали вас. А кто такие псы? Это неверующие. Коммунисты. Сектанты. Все эти. Псы. Лютые. Для меня это те, которые особенно бросают. А свинья это верующие. Живущие греховно. Никакой эпитемии у них нет ничего. Придет. Батюшка снял. Через неделю опять. Мы опять сблудили с товарищами. И опять его причащают. То есть. Безумие. Полное безумие. Православия-то никакого и нет. Все католичное уже. Третья ездра. Выйдут как вепри из леса кармоняне. Неистощие. В ярости. И придут в великой силе. Ступят в борьбу с ними. И опустошать часть земли ассирийской. Кто это такие? А вот это то, что сейчас разные организации. Мусульманские. Которые решили халифат всемирный делать. Это к ним относятся. Это прямо пророчество идет оттуда. Вепри. Вепри эти дикие кабаны. Но они же свинину не едят. Да не едят. А именно ярость какая. И против сильного вепри то и тигр не устоит. Он может его повредить клыками. Даниил. Я внимательно смотрел на это. И вот с запада шел козел под лесу всей земли. Не касаясь земли у этого козла был виден рог между его глазами. Он пошел на того овна имеющего рога. Которого я видел в стоящем у реки. И бросился на него в сильной ярости своей. Ну кто он? Это персидский царь. Персия. А козел? Ну это Александр Македонский. Когда он пошел завоевывать Индию. И вошел в Иерусалим. Ему двери открыли. Первосвященники сказали. А про тебя в Библии написано. Где? А вот козел. Он не обиделся. А сейчас скажи. Козел ты. Уже обидится. Козел. Павел. Это Псалом 54. Кто дал бы мне крылья. Как у голубя. Я улетел бы. Успокоился. Вот так. Это самая глупая птица. Каких только я знаю. Я с детства занимаюсь орнитологией. Уже с пяти лет. Я мог по тени определить. По следам. На песке. Хоть птиц. Которые у нас даже не были. А которые у нас есть. Там их немного. Ну много вообще. Только 53 кажется. Считал разновидности. Я их все знал. Ребенком уже. Первую книгу купил. Сусликов. Шкурки сдал. И купил книгу. Про птиц. И Виталия Бианки. Был такой журнал. Как-то. Лесная газета. Кажется. Называлась. Вот. У кого это было. Скажите. У кого было. Это Бог дал. Такое внутреннее чувство. Вот. Еще. Расположитесь. У девочек. Вы стали как голубица. Которая крылья покрыта серебром. Перечистым голом. Вот. Вы золотом. Как поет голубица. Моя голубица. Вот это. Быстрее барса в коне его. И прыщи вечерних волков скачут в разные стороны. Конница его. Издалека приходят всадники его. Прилетают как орел бросающийся на добычу. Ну может быть это означает ракеты баллистические или что-то. Псалом 101. Я уподобался пеликану в пустыне. Стал как фили на развалинах. То есть определенное качество. Видит ты. Ну нахохлился. Чего ты нахохлился как воробей-то стоишь-то. Ну. Об этом и Есенин писал. Тоскливые, говорит. Как детки сиротливые прижались у окна. Оси. Имея пашите, они были сыты. А когда насыщались, то превозносилось сердце их. И потому они забывали меня. И я буду для них как лев. Как скимин. Это молодой лев. Буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица. И раздирать мне снилище сердце их. И передать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Иеремия. Может ли тринадцатый. И фиоплянин переменить кожу и свои. Барс, пятна свои. Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнуть делать злое. Вот барс, пятна свои. Какое? Качество только одно, что пятна, шкуры. На другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса. И говорит, вот Агнец Божий. Агнец это ягненок означает. Ягненок. Не как Агнец, а именно Агнец. Который берет на себя грех мира. Осень. И стал Ефрем как глупый голубь. Более глупых птиц нету, чем голубь. Я вот занимался и скажу. Несчистоплотная. Ласточкой каждый маленький ласточонок оправится. Она в клювик и выносит. А вот этого нет. Где сидит в гнезде, там оправляется чуть-чуть в сторонку-то. Поэтому я все время от них бумагой выгребаю оттуда. Чтобы хоть маленькая чистота была. Без сердца живут. Зовут египтянного серию. Притча. Притча. Это Соломонова притча. Он мудро знает. Что золотое кольцо в носу у свиньи. То женщина красивая и безрассудная. Он любил красивых и видимо увидел, что она безрассудная. Ну и назвал это золотое кольцо свиньи. Захочет ли единорог служить тебе и переночет ли у веселей твоих? Единорог. Единорог. Вот что такое единорог-то? Я сейчас покажу все это такое. Это носорог. Носорог какой он. Вот. Ну прочитайте о нем все. И может ли веревкой привязать единорога к борозде? Ну вот посмотрите, если кто знает, чтобы носорог был хоть в одном цирке. У дурова или у кого-то. Хотя бы один. За всю мировую историю. Не знаю и думаю, что не может быть. А почему? А вот такой у них дикий нрав. Смотрите. Служить тебе. Переночет ли у веселей твоих? Чтобы кормить, что ты ему дашь. Он сам найдет, что кормится. Качество. Можешь ли веревкой привязать его единорога к борозде? Слона можно. Его нет. Псалом. А мой рог. Возносишь рог единорога. То есть у него один рог. Ну и мы увидим, что это такое. Слово носорог нету в Библии. А вот единорог есть. И я умощен свежим илеем. Возносишь. Рог мой возносишь. Я показываю. Носорог дал отпор стае львов. Вот в ютубе зарядите вот это. Вот и вы увидите. У нас стаи львов. Когда один лев любого быка завалит. Лев. И показано, как он стоит один. Их там штук шесть и не могли взять его. Не могут. Удивительные способности животных. Это второе. Так же зарядите. Ну вот по синим это как? Можно это зарядить. Вот это вот. Где они находятся. Второй ролик посмотреть. Данные носорога. Какая у них шкура. Шкура толщина пять сантиметров. Это вообще в два раза толще, чем у слона. Хотя под брючье у него уязвимое. И никто не может понять. Там ученые об этом говорят. Вот если они бодаются рогами друг друга. Ну шкуру оторвет буквально. И на следующий день уже заросло. С такой скоростью зарастает. То есть столько у него необычного. Какое зрение сейчас мы увидим. Вот. Носорог дал отпор. И дальше я беру из Википедии. В ранних традициях единорог изображался также с телом быка, козла и лошади. Некоторые присписывали единорогу слоновьи ноги и кабаньи хвост. Что послужило поводом для предположения, будто прообразом единорога был носорог. Библия говорит, где единорог РМ представлен как быстрое число 24-8. И свободолюбивое животное. Быстрое и свободолюбивое. Вот два качества, которые могут быть свойственны. Рог единорога, также рог носорога. Это оттуда взято. В описании единорога отразился след вымершего животного Элосматерия. Носорога. Это все из Википедии. Носорогов часто сопровождают птицы, сидящие на их коже и чистящие их от паразитов. Понятно? Молодняк в редких случаях может стать жертвой крупных хищников. В редких, даже молодняк, из семейства кошачьих. Но у взрослых носорогов врагов кроме человека нет. Вот качество какое. Нет. Но еще, но ничего. Я просто говорю, нет. Я могу сказать, у меня тоже врагов нету. Нету. И потому как Господь меня особенно хранит. А какие были враги, я их не трогал. Они сами умирают. Сами. Писали, которые против меня статьи. Мертвым нашли. Другой тут инсульт у него. Прямо сразу тут же. Все до одного погибли. Ни одного нету. Ну а что вы тогда такое? Ну я просто говорю, что там. Масса носорога черный. Такой. Какой-то индийский. Вообще раз слушаю. До трех с половиной тонн. Какие у него мускулы. Посмотрите. Скорость. 56-50 км в час. Летит. А с какой скоростью-то? У голубя 60. Скорость. Индийский носорог. Продолжительность жизни 35-50. Ну больше нет. До 50 лет. Черный, белый. Период беременности 15-16 месяцев. Черный носорог. Вот и все. И вы увидите, как нападает вот это особенно. Показано, как нападает. Носорог дал отпор стае волков. Львов. Они вот нападают на меня со всех сторон. Все. И сектанты там, и кто бы то ни были. И они ничего не могут сделать. А как оборона? Оборона. Местописание. Чем ответить? Рог. Возносишь рог мой, как рог единорога. Видите, как маленький вопрос. И как многое. Если кто будет смотреть, он узнает для себя. Ну и посмотрим мы сейчас, что у нас. Вот здесь. Это на нашем mail.ru. Вот здесь я люблю. Сюда пишите. Зарегистрируйтесь. И все. Второе. Это наш форум. Александр Русаков пишет. Ну это уже было. Екатеринбург. Игнатий Тихонович. Здравствуйте. 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 Хотел спросить у вас. Что вы думаете о тех христианах, которые отвергают православие. Говорят, что это сатанинская секта. Что иконы идолы. И все, что мы делаем, это мерзость перед Господом. Хотел бы услышать ваше мнение. Спаси Бог. А кто дал повод к этому? Православные дали такой повод. Вот. Нам этого не говорят. Ни один сектант этого не говорит. А наоборот задают вопросы. Слушают. Проходит какое-то время руководящий. Я говорю, 13 лет был там у них пресвитером или пастором. И обращаются. Писывают мои книги. А книги у меня 38 томов. Это 24 с половиной тысячи. Это полцены еще им денег. Таким книгам-то. Вот. И они делаются священниками. Даже священниками. Мне этого никогда не говорят. Значит не надо давать повод. Первое. Ну второе. Христианах. В кавычках. Они христиане, но они не в церкви. Поэтому. А спасение только в церкви. Я бы их не назвал как-то. Христиане они Христа признают. Никто не может назвать Иисуса Господом. Как только Духом Святым. И баптисты, адвентисты. Это христиане. Еретики, но христиане. Еретики. Они не в церкви. Сатанинская секта. А вот православные, что называется сатанинская секта. Они видят, как живут православные. У них-то больше оснований считать православных сектантами. Хотя у православных есть священство. Вот что определяет. Если нет признания священства. От епископских рук получить священство. Непрерывная связь, чтобы была с апостолами. А те положили, рукоположили и так, чтобы шло. Но и чтобы учение не разнилось с господствующим учением Вселенской Церкви с первого века. Вот так. Ну, говорят, конечно, имеют основания на это. Это сообщение вот это вот, перенесено в контакт. Я не бываю, сколько раз говорю, пишу. Месяцами, говорю, я в контакте не бываю. Хотя там есть ни одна страница наша. Ни в Твиттере, ни в Фейсбуке, ни другие там какие названия. Я нигде не бываю. Сколько, говорю, сами заходите на наш форум. На наш форум заходите сами. Сами. Ну, вот я сейчас дам просто сразу, чтобы вы видели, какой наш форум, как он выглядит. Вот сейчас. Ага. Ну, это не открывается здесь. Ну, не открывается, не надо. Мы этот поднимем сейчас. Вот оно где. Вот он, как наш форум. Посмотрите, выглядит. Православный форум Игнатия Лапкина. Очень большой форум. 1587 только. У нас всё огромное, большое здесь есть. Всё там найдёте. И много видео, много фильмов. Ответы с сектантами. На всё абсолютно трудно найти вопрос, который был бы не отвечен здесь. Ну и дальше у нас большой видеоканал. А, в общем дело. Тут у меня загрузка идёт, поэтому там не открылось. Загрузка идёт. Ну, что сказать. Загрузка, значит загрузка. Я не знаю, сумею это открыть, показать. У нас четыре тысячи, наверное, шестьсот видеороликов наших. Четыре тысячи шестьсот. Ну, понятно, что это что-то. Одних плейлистов только не меньше двадцати. По каким разбит. Отдельно мы... У нас детский православный лагерь. Отдельно строим православную деревню. Вот про это с чего я начал говорить. Вот как раз, видите, всё-таки открылось. Когда закачка идёт, то тормозит очень сильно. Тем более у меня тут всего лишь от телефона только. А буду в Потеряевке, то там только на ночном придётся. Я даже отключить-то его сам не могу. Чтоб помогли мне. Тогда уже ответов таких не будет каждый день. А если будут, то только через неделю. Я отсылаю в другую местность. Там обрабатывают, ставят под замок. Вот. И тогда вот здесь даже видно, может быть, где-то. И вот если нажать главное вот здесь вот, на нашем видео. Видите, как он выглядит? Видеоканал. То вот здесь вот главное слева написано. Главное. Её нажмите. И тогда выйдет вот строка идёт. Больше уже, наверное, двести житий. На каждый день выставляется жития святых. Это я насчитывал где-то в восьмидесятые годы. Один добрый человек нашёлся, умеющий это делать. Их делает. Оформляет. А они идут. Я их все до одной переношу на наш Майл.ру. Там они находятся. Вот пока разговаривали сейчас. Кто-то ещё пришёл. Вот эти колокольчик и цифра один. Я нажал. Сейчас посмотрю. Кто что говорит. А то вы выбираете только хорошее. Вообще не выбираю хорошее. Справедливое, несправедливое. Другое дело ругается там. Материться тут закрою. Богатол. Еретики жующие. Кто-то. А Алекс Семен добавил. Жвачные еретики. Да. Действительно так. Всё время пьют. Стаканчиками ходят. И все. Ну. Совершенно мирские люди. Ну. Тут с ними найдите. Вот они. Богатол. Богатол мы были. И вот они все здесь. Откуда берут эти расхлёсты. Как они расстёгнутые. Всё это. Ну. Совершенно. Видно мирские люди. Мирские. Животолюбцы такие. Всё время жуют и жуют. Ходят. То есть. Освободившиеся. Приходят. Деваться некуда. К ним приходят. Это руководители их. Ни на один вопрос ответить не могут. А только одно. Иконы. Идолы. Мощи Матроны привезли. Других вопросов у них нету. То есть. Плотские. Тупые. Жующие. Это любой. Кто бы не смотрел. Дадут ответ. Ну. Мы только подошли к ним. Они такими себя и показали. Беседовать вообще невозможно. Ни с кем. Совершенно. Ни с кем беседовать с ними. Ну. Вот. То. Что. На сегодняшний день. Это зарядка. Всё. Глянуть. На наш форум. И на mail.ru. Вот здесь. Вот. Всё. Слава Богу. За всё. Пишите. Кто хочет. Приехать на день деревни. Или принять крещение. Вот. Сюда mail.ru. Мне удобнее всего. Или скайп. По скайпу.